Ну и как всегда в этом видео вновь очередной конкурс на ключ от игры в стим, разыгран который будет в следующий понедельник 12 часов по московскому времени и результаты вы сможете посмотреть в группе в контакте ссылка на которую также под видео, а условия для принятия в нем участия таковы, вам нужно быть подписанными на все три моих канала ссылки на которые под этим видео в описании, доступ также к вашим подпискам на канале должен быть открытым чтобы я смог это проверить, далее поделиться видео в любой из социальных сетей и поставить под ним лайк, лайки учитываются только тут на ютуб, ну и последнее это оставить под видео комментарий, участвую в конкурсе и ссылку на ваш профиль в контакте чтобы я смог с вами связаться, а напоследок я желаю вам всем победить. Здравствуйте мои дорогие любители пасхалок в играх, сегодня я решил их поискать в компьютерной игре в жанре квест разработанной telltale games по мотивам одноименной кинотрилогии парк юрского периода, разработана которая и выпущена была в ноябре 2011 года. В самой игре мне особо крутых пасхалок отыскать не удалось, в основном одни отсылки, но все равно давайте посмотрим что интересненького я в ней отыскал. И самую первую интересность можно уже встретить в самом начале первого эпизода, когда на экране появляется логотип парка, как бы заполненного водой и из центра которого по краям расходятся небольшие волны, олицетворяя тем самым самый известный момент из первой части фильма, который также использовался в рекламе данного киношедевра. А именно тот момент когда дети Лекс и Тим замечают точно такие же волны в стаканах, извещающие о приближении тираннозавра. Также здесь есть еще отсылка на первую часть фильма, это легендарная лента лежащая на полу в одном из зданий с надписью когда динозавры правили миром, которую мы с вами видели в фильме ближе к концу пролетающую рядом с Терексом после того как он расправился с Велосорапторами. Еще одного интересного персонажа из фильма мы можем повстречать в одном из укромных уголков в парке развлечений возле главного входа. Если отодвинуть в сторону деревянную доску, за ней мы увидим нарисованного мистера ДНК, персонажа Молекулу, точно также появлявшегося в киношедевре, который там в доступной форме рассказывал историю возникновения динозавров. Идем далее и следующий интересный персонаж нам встречается уже во втором эпизоде игры. Его можно заметить на хвосте вертолета, прилетающего в парк со спецподразделением наемников для спасения оставшихся людей. И это Дятел Вуди, герой мультфильма студии Уолтера Ланца, распространяемых Universal Pictures. А так как и парк юрского периода вышел точно также от Universal, то и они удостоились впихнуть сюда этого персонажа, в качестве такого небольшого камео. Ну и также в этой замечательной игре присутствуют две концовки, о которых я вам расскажу поподробнее. В первой, когда мы управляем Нимой во время нападения Терекса выбираем спасение эмбрионов, то впоследствии наемница не успевает убежать в безопасное место и тиранозавр съедает ее. И Хардинги покидают остров на катере. Джесс при этом плачет жалея Ниму, а Джерри решает отыскать ее дочь и должным образом помочь ей. Во второй же концовке, когда мы с помощью Нимы спасаем девочку Джесс, а тиранозавр давит контейнер, уничтожая драгоценные эмбрионы и чуть было не съедая Джерри, которому удается все-таки запрыгнуть на катер на волосок от смерти, Троица покидает остров. Уплывая, Нима сожалеет о потере эмбрионов, но в этом же моменте Джесс обнаруживает на катере спрятанный чемодан с крупной суммой денег, положительно оставленный для Недри. Ну и в финале Ликующая Троица плывет в сторону рассвета. Ну а на сегодня это все. Кому понравилось видео, не забывайте поделиться им со своими друзьями и поставить под ним лайк. А чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайтесь на мой канал. А любители всего скрытого в фильмах и мультфильмах, подписывайтесь на второй канал. Ну и не забывайте вступить в мою группу ВКонтакте, где тоже много всего интересного, и там вы обо всем новом будете узнавать самыми первыми. А также очень жду под видео ваших комментариев, которые я обязательно прочитаю и на некоторые даже отвечу. Ну а на этом все, до скорой встречи мои дорогие друзья, пока.